Академия наук, варьерат государственной премии Российской Федерации по науке и технике. Сегодня, конечно, мы получили колоссальное удовольствие, общаясь с Виктором Ивановичем Петриком. Увидели много интересного, кое-что для нас непонятное, кое-что мы как-то себе представляем. С точки зрения нанотехнологии, за которые я отвечаю по государственной программе Российской Федерации в рабочей группе наноиндустрии, перспективы здесь огромные, на мой взгляд. Но как химику, который занимается молекулярными нанотехнологиями, мне очень понравилась блестящая и реализованная идея – это разделение платиновых металлов с помощью трифторфосфина. Идея прекрасная, причем она работает очень хорошо. И та чистота, с которой получаются эти металлы, практически количественно, она просто поражает. Я считаю, что такие разработки в нашей стране должны не просто приветствоваться, они должны моментально реализовываться. Это, в мой взгляд, профессионалы, если, так сказать, вы позволите. Ну и, конечно, вот эти углеродные материалы, когда речь идет о графенах, эффекты потрясающие. Перспективы здесь огромные. И в первую очередь в области энергетики. А учитывая, что ресурсов углеводородного сырья во всем мире – это вещь ограниченная, и мы прекрасно понимаем, что когда-то они кончатся. Здесь, на мой взгляд, неисчерпаемые совершенно возможности, как приложения, так и исследования, естественно. В последний раз я говорил, тут, конечно, все дело, как я представляю себе, в материалах, потому что графен в таком виде пока еще никто в мире не получал. И на наших глазах были, собственно, произведены эти пластины, созданы эта самая батарея, которая пока не видна ограничений во времени, когда бы она прекращала работать. На мой взгляд, она почти вечно. Ну, учитывая, конечно, механические какие-то повреждения, это нужно понимать. А здесь, если один киловатт можно получать батареи совершенно спокойно, с мощностью в один киловатт энергии, это просто, это не просто находка, это клад, энергетический клад в нашей стране. И тут надо, Виктор Иванович, ставить просто памятник, на мой взгляд. Это действительно решение многих-многих проблем. Я думаю, что это гениальное открытие, действительно. Это открытие. Другое дело, что, конечно, нужно прекрасно понимать, что нужно понять физический смысл всего этого. И вот сегодня здесь пять академиков, один член-корреспондент пытались как-то это дело все для себя представить. Ну, понятно, что просто так в одночасье это не делается. Нужно, может быть, посчитать какие-то вещи, может быть, что-то померить, может быть, провести какие-то эксперименты. Но я думаю, что это уже дело техники, довести до него. Главное открыт эффект, и эффект, который реально работает. Мало того, сделаны уже готовые изделия, которые позволяют, просто показывают, как, так сказать, можно делать вот такие источники тока. Ну, и последний вопрос, пару слов просто про Виктора Ивановича. Он вам сегодня много изобретений своих показал. Ну, Виктор Иванович, я, так сказать, по счастью знаю уже, так сказать, ну, недавно, конечно, мы познакомились в начале этого года. И после первого нашего знакомства в Институте общей неорганической химии, куда он приехал с докладом, многие вещи просто сначала поразили. И я сразу обратил внимание на его технологические, так сказать, результаты. Мы с ним очень плодотворно там пообщались и договорились сотрудничать, особенно касаясь вот в области платиновых металлов, потому что это моя специализация в каком-то смысле. Я заведую лабораторию координационных соединений платиновых металлов, и тут уж я знаю довольно много. И вот та красота, так сказать, элегантность идеологии, с которой была создана эта вся технология разделения металлов, конечно, я считаю, что это... Виктор Иванович попадает в раздел классиков, так скажем, по технологии разделения платиновых металлов. Продолжение следует...